Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я хочу ответить на вопрос, который вы мне задаете, о том, как я встретила своего мужа. И второй вопрос, как же все-таки встретить своего мужчину и где его встретить? Первое, как я встретила своего мужа? Я не встретила своего мужа на сайте знакомств. Это произошло совершенно неожиданно и непредсказуемо, и я никогда не ожидала, что я таким образом встречу своего будущего мужа. Я, как всегда, очередной раз сидела за столиком в кафе, пила кофе, и у меня была какая-то там булочка. Я очень люблю булочки печеные. Но я не люблю! Как всегда, я сидела и наслаждалась видом Аризоны, горы, какие-то птички вокруг. Очень много людей, которые отдыхают, которые так же, как и я, пьют кофе. И тут же по субботам, туда, куда я иногда хожу пить кофе, там живая музыка. Значит, три, иногда два человека. Значит, музыканты и певцы, они приходят, и в течение полутора-двух часов там бесплатное такое музыкальное представление. Я, конечно, сидела, наслаждалась, пила кофе, смотрела вокруг. Рядом за другим столиком сидел мужчина, мой будущий муж, тоже так же наслаждался, пил кофе, смотрела вокруг. И таким образом мы как-то стали постепенно обмениваться, значит, впечатлениями о том, как музыканты играют, какая хорошая песня, какая хорошая музыка. Таким образом мы познакомились, стали разговаривать, обменялись номерами телефона, потому что он сказал, что он тоже приходит в это кафе иногда. И я туда ходила. И таким образом мы стали сначала ходить вместе на кофе, а потом уже и стали встречаться. Ну, моё первое впечатление о нём было не совсем, так скажем, лестно, не в его пользу, потому что он мне показался немножко скучноватым и неинтересным, потому что какие-то вопросы такие, как мне показалось, были тупые, вообще, слушай, какие-то вопросы странные. И его интересовало, в какие магазины я хожу, какую пищу я люблю, какое вино я люблю, ну, ладно, вино там, ну, и вот как-то он несколько раз меня спрашивал об одном и том же, в какие магазины я хожу, и что я покупаю, и в какие, значит, в какой винный магазин я предпочитаю ходить за вином, а я вообще не предпочитаю никакой винный магазин ходить за вином. Я не знаю, почему мне такие вопросы, но я хочу сказать, что... Вообще, вот я заметила, когда мужчине нравится какая-то женщина, и он, начиная с ней разговаривать, он, наверное, теряется, он задаёт какие-то тупые вопросы. Я даже где-то читала, что до тех пор, пока ваш мужчина выглядит глупо, это вам плюс, потому что это говорит о том, что он вами очень заинтересован, вы ему нравитесь. Как только он начинает говорить очень умно и не ценит ваше мнение, на вас не смотрит, это уже сигнал к тому, что вы его уже не очень так и интересуете, как партнёр, как женщина. Ну, так вот, он задавал мне глупые вопросы, но я решила ему дать шанс и посмотреть, потому что я видела, что, в принципе-то, мужчина хороший, мужчина положительный, без отрицательных привычек, будем так говорить. И я считаю, что я правильно это сделала, дав ему шанс. То есть постепенно, ненавязчиво, мы так привыкли друг к другу, ходили, встречались, ни на чём не настаивали, ни к чему не призывали, ни о чём не спрашивали особо друг друга, никаких серьёзных будущих отношений. Но так и получилось, что это вылилось в серьёзные отношения, мы в конце концов съехались, и вот на сегодняшний день мы уже 5 лет как вместе, и итогом наших встреч, нашего знакомства, наших отношений стал наш мэрич, то есть мы поженились. Теперь как найти хорошего мужчину, где его найти? Его найти можно везде. Некоторые женщины, например, я слышу, говорят, «Ой, надо ходить в магазины после пяти, после шести», когда одинокие мужчины, они после работы идут в магазин, чтобы купить себе продукты вот тут-то. Нужно приметить такого мужчину, что у него нет кольца на руке, остановиться там, как бы изначально задать какой-то вопрос и завести беседу, и таким образом, ну, встретить этого мужчину. Другие женщины говорят, что нужно ходить на какие-то спортивные игры, такие как матчи, например, там, хоккей, футбол и так далее, и то же самое заприметить там одинокого и симпатичного, и достойного мужчину. Я считаю, что это все так. Наверное, так тоже можно найти своего мужчину. Некоторые женщины говорят, что нужно ходить на теннисные корты, потому что именно на теннисные корты ходят богатые, преуспевающие мужчины. Они любят играть в теннис, потому что считается, что гольф и теннис – это игра для достаточных, значит, богатых, для самодостаточных и преуспевающих, успешных в бизнесе мужчин. Ну, в какой-то степени это так, но это не 100% так. Я хочу сказать, что мужчины далеко от нас тоже не ушли. Они точно так же думают, ищут, обсуждают в своих, значит, мужских кругах, как найти хорошую женщину там-то, там-то, нужно пойти туда, нужно сказать то. Они делают также тоже ресерч на компьютерах, как завязать знакомство, как начать разговаривать с женщиной, так, чтобы не показаться, что ты специально хочешь с ней познакомиться, потому что хочешь ее дейтить, потому что она тебе нравилась и так далее. То есть все мы одинаковые. Я не ходила никуда, у меня не было никаких планов, потому что я очень много работала, и у меня было очень мало свободного времени. И я хочу сказать, что нужно находить удовольствие, даже когда вы не встретили никого, то вокруг столько много удивительного, прекрасного, что расстраиваться по поводу, что вы одна и у вас пока, потому что всегда все в этой жизни временно и относительно. Пока у вас нет мужчины, пока у вас нет своего спутника, не нужно сильно об этом расстраиваться, зацикливаться тем более, и смотреть на всех мужчин вокруг взглядом needy woman. То есть американцы говорят, needy – это когда сразу видно, что женщина изголодавшаяся, она ищет мужчину в ее взгляде, ее body language, все language, все говорит о том, что она ищет, что она нуждается в мужчине. Вот мужчины этого не любят. Он сразу видит, распознает мужчину. Так же, как и мы, женщины, мы сразу видим мужчину, который нуждается, который смотрит на нас таким взглядом полным, сексуальности, почти что прям раздевает нас своим взглядом. Нам такие мужчины не нравятся, они наглые, нам кажется, что они не представляют ничего хорошего, только у них в голове один секс, и вообще нехорошие мужчины. Так же и мужчины думают о таких женщинах. Конечно, они могут познакомиться с такой женщиной, временно повстречаться с ней для своих сексуальных игр, нужд и так далее. Но обычно мужчины, серьезные мужчины, и мужчины, которые рассматривают женщину как своего партнера для дальнейшей совместной жизни, они не западают на таких нидей женщин. Поэтому я понимаю, что когда женщина на самом деле сголодалась по мужской ласке, и она вот увидит мужчину, который ей нравится, и это прям вот через край переливает вот это вот. То есть мужчина видит, что он вам нравится, и что вы его вот хотите, и вы бы вот хотели начать с ним встречаться. Нужно сдерживаться, сдерживайте себя, потому что сдержанность, она потом вам отплать со сторицей. Будьте скромнее. То есть, ну не показывайте, что вы на самом деле ищете мужчину, что у вас такая вот нужда по мужской ласке. На теннисном корте. Если вы хотите встретить там мужчину, опять же, вот мы сейчас с мужем ходим на теннисные корты, мы ходим на матчи, мы смотрим, и очень много женщин туда, также одиноких и неодиноких, приходит, и сразу видно женщину, которая одета, даже хотя на ней и теннисное, так будем говорить, обмундирование, то есть теннисная одежда, но это все сквозит какой-то вызывающей сексуальностью. То есть сексуальность, она бывает вызывающая, бывает скрытая, слегка заметная. Вот именно такая скрытая, слегка заметная сексуальность и привлекает мужчину, когда она открытая, когда все в ней кричит, посмотрите, там у меня такая грудь, посмотрите, у меня там такая попа, такая талия, такие ноги и так далее. Это видно сразу, и это не плюс для женщины. Научитесь играть в теннис, хорошо играть в теннис. Когда я познакомилась с мужем, у меня не было такого желания ходить на теннис и познакомиться там с кем-то. Просто такое совпадение получилось, что мой муж играет в теннис, но он не играет в теннис как профессионал, он играет в теннис как любитель. И, значит, когда мы познакомились, он мне сказал, что... То есть он меня спросил, играю ли я в теннисе, я сказала, я никогда не играла, даже у меня не было желания, вообще не знаю, что это такое, вообще даже не хочу начинать, потому что мне будет стыдно уже в таком возрасте начинать играть, когда я вообще себя не чувствую спортивной женщиной. На что он мне сказал, ну давай просто пойдем там, бьем теннисный мячик, ну просто для какой-то разрядки, для удовольствия, ну давай посмотрим. Я говорю, ну ладно, давай. Я даже не знала, какая должна быть теннисная одежда, что соответствует. Я одела обыкновенные свои спортивные брюки, футболку, и мы пошли. И я помню первый раз, когда я вот именно начала бить по теннисному мячу, свои ощущения, что я думала, боже мой, ну я же даже не знаю, с кем себя сравнить. Вообще обыватель, который ну никогда этому не научится, это вот, наверное, нужно быть каким-то таким вот талантливым человеком, чтобы играть в теннис. Ой, какие же вот эти люди, женщины, мужчины, которые играют в теннис, вот как им повезло, что они умеют это делать. Но мой муж, несмотря на то, что я считала, что я обыватель, что я не спортивная, что я не смогу никогда играть, он настойчиво так, упорно, но не сильно давя на меня. Он водил меня опять же на этот теннисный корт, благо, что теннисный корт у нас находится через дорогу. Хотя я хочу сказать, что в Америке очень много теннисных кортов, они везде и повсюду. Если вы живете, снимаете какой-то апартмент в каком-то, значит, нейборхуде, то там обязательно, если это более-менее приличный, значит, комплекс апартментов, то там обязательно присутствует теннисный корт. Так вот мы с ним играли-играли и доигрались до того времени, когда я на самом деле стала более-менее хорошо играть в теннис. И сейчас я себя просто не представляю без занятия этим видом спорта. Хотя опять же хочу сказать, что я, естественно, не рассчитываю и не рассматриваю себя никак с человеком, который профессионально этим занимается. Я любитель, но я делаю это с таким удовольствием, и мне это приносит огромное удовольствие. Так вот, если вы не играете в теннис, но хотите играть в теннис, вам нравится этот вид спорта, потому что это один из наиболее доступных видов спорта, когда я имею в виду доступных, потому что этот вид спорта доступен для любых возрастных категорий. Это не важно, сколько нам лет в теннис, можно научиться играть всегда. И причем эта игра очень интересная. Эта игра, я бы ее даже сравнила с игрой в шахматы, то есть это не просто, значит, удары по мячу, это нужно думать, нужно думать логически, нужно продумывать каждый удар мяча, как, куда и как партнер может ответить вам. Если вы хотите выиграть, то вы должны думать. В этом виде спорта нужно очень много думать. Полюбите это, начните играть в теннис, то есть не для того, чтобы привлечь мужчину, а для того, чтобы вам было приятно, что вы занимаетесь любимым спортом, что вам это нравится, что вы улучшаете свою игру в теннис каждый день, что вы ищете партнеров не для того, чтобы, значит, не для знакомства, а для игры в теннис. И вот когда вы будете постоянным участником игры в теннис, когда вы будете ходить, записываться, интересоваться, опять же, потому что вам это нравится, когда вы будете отшлифовывать, усовершенствовать свою игру, и вы будете знакомиться с разными людьми, говорить о теннисе, говорить о чем-то еще другом, вот тогда и есть очень-очень большая вероятность и шанс встретить хорошего мужчину, который обратит на вас внимание не только потому, что вы сексуальная, но и потому, что у вас есть стержень внутри, что вы чем-то интересуетесь, не просто интересуетесь, вы стремитесь это улучшить, вы стремитесь овладеть, вот, ну, в данном случае игрой в теннис, и это всегда привлекает, когда другой человек видит вас стержень, что-то такое, что показывает, что вы знаете этот предмет, что вы владеете этим предметом, и что вы не стоите на месте, а вы улучшаете свои знания, улучшаете свою, значит, практику, улучшаете свои методы, и вот тогда есть большой шанс и возможность встретить мужчину, о котором вы мечтаете, может быть, потому что мужчин всегда привлекают женщины, у которых есть стержень, у которых есть знания о чем-то. Это не обязательно знания о том, что он знает, или, ну, это любое знание, то есть вы наполненный человек, вы глубокий человек, вы не шалу, то есть не поверхностный, то есть у вас есть какие-то глубокие знания, ну, например, в теннисе, а почему бы и нет? И таким образом любые знания, они привлекают к этому человеку, других людей. Так что, милые женщины, дерзайте! Это одно из моих видений, где можно встретить мужчину, поскольку я сейчас вращаюсь в этой среде, я вижу, и у меня есть своя точка зрения на это, и мне хочется просто подсказать. Мое глубокое убеждение, что да, нужно ходить, нужно ходить, например, на теннисные корты, нужно саморазвиваться, заняться этим спортом всерьез, то есть, конечно, не на профессиональном уровне, но просто заняться этим всерьез один раз в неделю, два раза в неделю это будет, конечно, вообще великолепно, но ходить, смотреть, играть самой, интересоваться, разговаривать и не казаться нигей, не казаться мужчине, что вы такая вот прилипчивая к любому, кто с вами заговорил, к любому, кто на вас посмотрел, но играйте, аккуратно смотрите вокруг, будьте серьезной, будьте скромной, будьте веселой, будьте жизнерадостной, вот такие женщины привлекают мужчин, и в конце концов вы его там и найдете. Конечно, много разных мест, где можно встретить мужчину, своего мужчину, но я делюсь своим опытом, то, что я знаю, то, что я вижу, то, что я наблюдаю, и опять же, желаю вам удачи, успехов, вперед, женщины!